Я думаю, наверное, приветственную фразу нужно хотя бы, не знаю, немножечко поменять, либо другую придумать, либо порядок слов поменять, чтобы неожиданно было, а то постоянно одно и то же. Ну, например, канал по изучению английского языка Короче English приветствует вас, мои юные подаваны. Недавно поступил запрос на то, чтобы я сняла видео на тему Present Perfect Continuous, потому что вы у меня, оказывается, внимательные и заметили, что в моих объяснениях форм настоящего времени не хватает именно этого аспекта. Почему его не хватает? Потому что я-то думала, что как бы я начну его записывать, что там рассказывать, будет самое короткое видео на канале. Но, честно говоря, пока писала сценарий, поняла, что я все-таки любитель рассказывать все подробности, поэтому видео получится нормальное. А, сойдет. Короче, мы сегодня с вами прям селекционеры-любители. Берем Perfect, берем Continuous, соединяем, готово. Have или has been, это у нас чистый Present Perfect. Добавили глагол с окончанием ing, все, у вас получился Present Perfect Continuous. Такой монстр, который займет большую часть времени этого видео, когда я буду выговаривать просто название. Present Perfect Continuous. Например, я могла бы сказать Когда строим утвердительные предложения, взяли подлежащее, have или has, been и глагол с окончанием ing. Например, Мы работали вместе три года. В отрицании добавляем частичку not, подлежащее, haven't или hasn't, и глагол с окончанием ing. Например, Я в последнее время не читаю книг, потому что я слишком много работаю. Вопросительные предложения строим с помощью вопросительного слова, что логично, в случае, если оно нужно, если вам нужны какие-то подробности и вопрос у вас не общий, а специальный. WH question word, потом добавляем have или has, подлежащее, been и глагол с окончанием ing. Например, Где ты работаешь последние два года? Для чего же это время нужно? Вот смотрите, когда вы осознаете, что действие началось в прошлом и продолжается до сих пор, используйте present perfect continuous. Тут, разумеется, есть некоторые особенности. Так, например, есть некоторые глаголы, которые и так подразумевают длительное действие. В таком случае вы можете использовать и просто present perfect. Но тут есть одна особенность. Смотрите, Если я скажу Это значит, что я жила в Лондоне пять лет. И непонятно, живу я там еще или нет. Может быть, я когда-то жила. Может быть, я сейчас живу. Если я говорю Это значит, что я там начала жить в прошлом, до сих пор живу. А так, для present perfect continuous я, к примеру, учу английский 22 года. И до сих пор не выучила. Или, к примеру, шесть лет назад я понаехала в Петербург и до сих пор здесь живу. Ну и смотрите, тут есть парочка словечек for и since, которые вам нужно всегда помнить. For используется, когда вы показываете, на протяжении какого времени что-то происходило. Например, Моя кошка спит уже три часа. А вот если вы умеете считать и можете отсчитать конкретный год, например, в котором началось действие, то есть, например, сказать, с такого-то года я живу в Петербурге, то уже используйте слово saints. Обязательно читайте его правильно, потому что saints и science не имеют ничего общего. Ну, блин, это получается 2020 минус 6. В 2014 году я переехала. Мне это легко, потому что сейчас 2020. А вот был бы 2022, и как бы я посчитала? Собственно, чтобы вы понимали, почему у меня такие проблемы с saints, первая двойка по математике у меня была в первом классе за вычитание. Так что, собственно, видимо, корень проблемы там и остался. Например, я могла бы сказать Но точно так же я могла бы и посчитать неправильно. Но по идее... Как-то так, да. Но так же я могу, используя это время, говорить о действиях, которые уже завершились. Но мне капец, как важно подчеркнуть, сколько времени это длилось. У всех у нас есть какой-нибудь знакомый. Всеми нами горячо любимый, который любит опаздывать. Это, наверное, как какая-нибудь ваша подруга, например. И вот вы сидите, ждете. И уже проходит 10 минут, 20, 30. И тут вдруг, наконец, происходит явление этого человека на роду. И вы ему говорите Вообще-то, я тебя жду здесь уже 37 минут. И вам нужно это подчеркнуть, да, чтобы человек точно осознал вообще, на протяжении какого времени вы его ждете. Хоть действие уже и закончилось. Ну, очевидно, вы же ему это говорите. Ну, можно начать еще сразу. Какого черта? И тогда будет вообще убедительно. Но так же вы можете еще использовать, например, когда вы хотите подчеркнуть, ну, длительность, конечно, не только в таких негативных ситуациях, а в каких-то позитивных. Например, вы готовы презентовать какой-то проект, и вы говорите Я работаю над этим проектом уже 5 месяцев. И таким образом вы как бы, ну, подчеркиваете значимость этого проекта. Также мы используем present, perfect, continuous, когда у нас фигурирует информация о том, что мы делаем в последнее время. В таком случае будут слова recently или lately, в последнее время. И используем эту конструкцию, например. Recently I've been working a lot. В последнее время я много работаю. Либо I have been feeling depressed lately. В последнее время я немножечко подавлена. И напоминаю еще раз, что есть так называемые state verbs, которые нельзя ставить в форму continuous. И да, я вам о них уже рассказываю второй раз, но еще не сняла видео, но обещаю, оно будет вот уже совсем скоро. И я вам расскажу об этих глаголах во всех подробностях, обещаю. Ну и, конечно, для отработки несколько вопросов. Например, Как долго, как давно вы живете в этом городе? Ну, в том, в котором живете. Видите, как хитро здесь, city, а вот, вот. Как давно вы учите английский? Как давно вы смотрите мой канал? Чем вы занимаетесь в последнее время? Ну вот и все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что present perfect continuous теперь вам понятен. И самое сложное в нем это его название. И обязательно оставляйте ответы на эти вопросы в комментариях. Поставьте лайки, если вам понравилось это видео. И вы хотите, чтобы я заметила, что моя работа не проходит даром. И вот я такая молодец. Вот. В общем, каждый лайк это вот то, что вы мне говорите спасибо. Вот. И вдохновляйте меня работать больше, лучше и делать контент все качественнее и качественнее. А мы с вами увидимся уже совсем скоро. И до новых встреч. Пока-пока.